прием стяжки происходит сегодня ты закончил на следующий день поэтому для тех которые хотят допустим положить очень дорогой паркета на кривой полом будет тогда скрипеть чтобы положить очень хороший паркет с условием что зерно песка должно быть от 02 правила свой линейный построитель и у вас там угол задраты там угол задраты короче начинает провела эту стучать улгры зрители все для зрителей у нас будет сейчас про стяжку пола но для меня это очень интересная тема я сделал свое время но тысячи квадратов то есть тысячи 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 наверное отдыхают с моими своими может отдыхать но я сделал тысячи квадрата послушай я тебя полюбил я тебя научу в принципе здесь у всех одинаково полусухая мокрая сырая чешут потом приходит плиточник ставить свой лазер или этот построитель лазерных лучей и говорит ох как вам сделали плохо все иллюзия такой штуки как задницы нет не бывает не идеальной работы не идеального брака не идеальных детей право приходит когда она высохла 6 8 недель выпуски про все про все про это расскажем про стяжка вообще как это видео будет очень полезно знаете для кого для заказчиков который можно будет потом просто его показать и все вот стандарт для тех вот делают стяжку а то все нам не говорят европейскую стяжку у нас то сейчас вам все расскажет про европейскую стяжку погнали то есть расскажу обо всем то есть стяжка стяжка есть вообще есть три вида стяжка есть три вида то есть выглядит это таким образом да я стою под углом у меня немножко криво получается то есть это у нас бетонное основание какое-то перекрытие либо еще что-то да здесь мы заливаем стяжку таким образом показывается то есть это когда стяжка льется непосредственно на бетон то есть соответственно вот это вот место до примыкания вот этого да вы должны гарантировать то что она бухтеть не будет да вот это примыкание то есть когда-то здесь я в ростове сам лил стяжки мы поливали водой мы чистили пылесосов тогда здесь не было все это недостаточно да надо грунтовать чтобы вот именно вот это вот место вот эта стяжка прилипло сюда вообще стяжка что такое стяжка до цемент на пищу есть опять она цементно-песчаная стяжка есть стяжка с добавлением гипса вот в цементной песчаной стяжки внимание должно быть цемента не менее да больше или равно 270 килограмм на метр кубический должно быть цемента с условием что зерно песка должно быть от 02 до 002 до 008 миллиметров это зернышко то есть если ваш вот как в ростове песок там я не знаю где его саксая возят у него даже нету 02 001 то есть вот это количество цемента оно должно быть больше вот это количество цемента оно должно быть соответственно больше то есть если на тот который полусухая смесь по немецким стандартам засыпают на стяжку на один замес то есть четырех замеса в принципе получается куб на один замес засыпают 67 с половиной килограмма цемента на один замес бочки засыпают стяжку при условии что твой песок но то есть у него есть бочка до полусухая куда кидают песок воду стекловолокно и цемент вот цемента должно быть что условия у стяжки до ее прочность минимум 270 килограмм на кубический метр с четырех замесов машина выдает тебе куб готового раствора но для того чтобы понять что такое стяжка составляющая стяжки это цемент я пишу немецкими данные как бы так проще цемент потом зант это песок это то что вот зерно 002 до 008 это как правило лучший вариант в ростове это отсев а в ростовской области я знаю используют песок 001 этот вот этот мелкий морской песок соответственно часть цемента на пропорцию песка она же указывается не на камни то есть камнем у нее нету никакой она указывается именно цемент на мелкий песок соответственно когда у вас только мелкий песок у вас его часть в общей части песка настолько велика что вот этого как правило становится мало цемента то есть цементное молочко она то есть ну к примеру другими словами вот в этой части до когда зерно песка 002 до 008 допустим зернышек которые являются да вот такого размера 001 миллиметр допустим 1000 штук я сейчас внутри ну понятно естественно когда у вас вот это вот стяжка то есть вот этот зернышко на заменила все двойку заменила четверку шестерку восьмерку у вас вот в этом песке мелкой части 10 тысяч штук то есть я может быть сейчас про утрировал до соотношения то есть это как раз приводит к тому что когда стяжка высохла и выходите она стирается это стяжка почему потому что в ней просто-напросто недостаточное количество цемента хорошо когда трескается слишком много ну то есть раз бывает иногда вот ты берешь она там у тебя аж к другой момент это момент совсем другой интерес к этому дойдем дальше это момент другой то есть соответственно цемент он добавляется на мелкой здесь еще вас вода то есть вода есть там норма которая является такое вот соотношение васа цемент вверх это когда соотношение воды к цементу да то есть у нас есть один раз соотношение цемента к песку и у нас есть один раз соотношение воды к цементу любой цементный раствор бетон то есть васа цемент в этом там допускается я сейчас точно не скажу 035 да и мне кажется 0,45, то есть это количество воды в стяжке, то есть ты стяжку него, если ты сделал слишком жидкую стяжку, да, слишком много там воды, соответственно, у тебя вот это вот соотношение воды к цементу очень высокое, там слишком много воды, там мало цемента, там не хватает, то есть ты разбавляешь свой раствор, и он у тебя будет по-любому тогда трескаться и обтираться этот раствор, потому что там его слишком много воды, если ты сделаешь слишком мало, тогда у тебя будет сухая она, да, ей не хватит именно влаги, чтобы себя заполнить, это вот один вид стяжки, да, называется вот это вот по-немецки, ты сейчас рассказал про пол, давай же разница, сейчас ты рассказывай, мы сейчас не затрагиваем полусухую, мы сейчас не затрагиваем полусухую или жидкую стяжку, полусухой стяжки там меньше воды, да, там чуть-чуть другое, полусухую стяжку вот так не делают, то есть она не будет держаться, она отвалится, так делают жидкую стяжку, вот этот вот момент стяжки называется фербунт, то есть это тот раствор, который можно уложить при помощи маяков, именно на железных там, ну не важно, то есть, ну, вот это вот, да, то есть я бы сделал либо бетон-контакт, либо простой плиточный клей под гребенку, и тогда вот эту вот толщину, ты ее можешь 3 сантиметра, да, да, еще момент толщины стяжки, то есть если мы делаем стяжку менее 5 сантиметров просто получается так, ну то есть на бетон, ты можешь сделать вот это 3 сантиметра, нет. Ух ты, ух ты, ух ты, она будет только от вот этой вот. Ну да, да, да. То есть если здесь пыль, грязь, ты не можешь пы méли грязи налепить, будет бухтеть. Вот, вы соответсвенно, палубо, если она будет менее 5 сантиметров? Полупается она только вот вот от этого. В соотношении цемента к песку, соотношение цемента к воде. и полопается она если ты берешь квадратный метр просто здание допустим вот твое здание там я не знаю и как бы так это у тебя вот комнаты то у тебя должны быть здесь деформационный шов ты его режешь как правило по проемам то есть у тебя площадь 1 1 1 большой площади не может превышать я сейчас могу ошибиться до 20 метров то есть ты не можешь сделать площадь 100 квадратных метров без деформационного не можешь это естественно то есть почему это я тоже на 4 1 на 4 очередь то есть почему почему к этому сейчас я напишу то есть это вот такой пирог у нас то есть видишь про что ты говоришь я примерно понял но люди которые вообще не понимают просто теперь область применения этой стяжки вот такой вот фир бунт эш 3 когда у тебя здесь и да напрямую бетон ты можешь применить только я беру германию до закон который законный день норм вот это дочь индустрии норм только в одном единственном месте прочитать сможешь гараже только гараж только в гараже это может быть про рожда ну то есть техническое помещение до техническое помещение нежилая техническое помещение то есть там где работают ты не можешь уже такую сделать если это допустим какая-то столовая да и место где люди работают это не может сделать почему связано с звукоизоляцией то есть это можно отдельно видео запилить что такое звукоизоляции то есть это только гараж гараж либо это может быть дать их гараж то есть подземный гараж под домом либо это пристройка к дому где ты сделал бетонную плиту для чего делается теперь эта стяжка так как погрешность у бетона совсем другая чем у стяжки она дает менее погрешность да то есть погрешность у стяжки до шести миллиметров то есть ты ставишь двухметровый правил у тебя могут быть до шести миллиметров почему что это такое вам надо открыть короче google д.е. стоп 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 с этого места по подробно 6 миллиметров на 2 метра на 2 метра и это как бы ну да то есть для того чтобы это понять для этого надо открыть короче я не буду это объяснять сейчас я просто даю информацию где посмотреть открываю google д.е. да первое и второе забиваем в поиске в поисковике короче такое слово эштрих у кого вот этой буквы нету о с двумя точками можете написать вот так о е вверху до эштрих вольгу то есть это то что происходит со стяжкой и там вы узнаете когда пишут именно те которые строительные иерархии находится на самом верху то есть для этого мы дойдем кто это не архитектор и не инженер это именно оценщик качества у него может быть образование архитектора инженера пау техника как у меня либо мастер но тогда если он мастер тогда он будет оценщик только узко специализированный допустим если он колечек тогда он может только оценку сделать каменной кладки либо бетона если у него мастер по стяжке он может сделать оценку только стяжки если он мастер маляр и он оценщик то он может сделать только по покраске шпаклевки все что касается малярных работ вот вы то есть есть такие да методы когда ты заходишь на иностранную страницу ты уберешь просто переводчик кидаешь и довольно таки неплохо переводят вы можете посчитать что прием стяжки происходит сегодня ты закончил на следующий день почему потому что со второго дня стяжка начинает играть то есть это как лист бумаги она начинает так как она цементная она начинается сжиматься до в середине и то есть если я ее в середине сжимаю если я этот лист вот середине сжимаю дата у меня смотрите что происходит с углами эти углы они задираются то есть стяжки в комнате происходит так в середине появляется бугор и все края начинаются поднимать вот представляете проходит срок высыхания стяжки 6 8 недель зависит от очень многих факторов когда она готова к тому что положить на него паркет или какие-то дальше работы приходят плиточник и начинает ставить правило свой линейный построить и у вас там угол задраты там был задрат и короче начинает правило это устучать вам сделали плохо стяжку нет стяжку сделали отлично просто у стяжки есть называется так бау физикалище процессы то есть физика строительная который на которую человек никак повлиять не может и что бы вот это убрать при должен переделать не за свой счет а это является дополнительным видом работы ты приходишь и под шлифовывай ж поэтому для тех которые хотят допустим положить очень дорогой паркета на кривой полу будет так скрипеть чтобы положить очень хороший паркет это к этому не относятся давиду так как это гараж допустим к этому виду относится к этому виду так как это гараж допустим хотят покрасить по льда тогда делают наливной пол наверх да то есть это еще один слой что именно вот эта разница да в перепадах и еще уменьшить в наливном слое там тоже есть два вида есть грубый там не знаю до 5 миллиметров до сантиметров и есть короче мелкий там два можно два три миллиметра то есть я видел парень в ростове тогда еще 7 лет назад просто салья зовут его сазова кстати шикарно он кстати на клондайке тоже работал ты помнишь там еще был у него компаньон армянин я не помню как его зовут то есть это разница да это вот одна из видов стяжки называется фирбунта и штрихи чё ты второй раздел я думаю супер вообще я ждал такого объяснения потому что я столько отжигаться то есть там столько раз я обжигал она еще пилит лес но короче то есть люди которые этого не знают их также напрягают в германии а когда человек он знает он говорит это называется да вот этот техническое обозначение эштрих вольму и это знает каждый то есть каждый архитектор и каждый инженер который ведет стройку он пытается нагнуть строителей надеяться на то что строитель ничего не понимать это же покажу вам мою письменную переписку с архитектором где каждый архитектор это абсолютно пытается то есть он хочет проверить твои знания если ты не знаешь ты попал ты работаешь бесплатно а если ты знаешь что есть этот бигриф да есть это название это называется эштрих вольбунг это физика на которую человек никак не может повлиять это является дополнительным видом работы за который надо заплатить деньги